Свой юбилей отмечают Нюрбинские авиаторы. 60 лет назад был образован 192-й объединенный авиаотряд Якутской отдельной авиагруппы. Впоследствии его переименовали в Нюрбинский. В честь этого в Нюрбе прошли торжественные мероприятия. С ветеранами пообщалась наш корреспондент Валентина Кириллина. Как известно, летчики бывшими не бывают. Почетными гостями праздника стали ветераны авиации Анатолий Голованов, Константин Блау, Виктор Копченов, которые специально прилетели из столицы страны, чтобы вспомнить свою молодость и встретиться с коллегами и друзьями. Одним из главных мероприятий в рамках юбилея Нюрбинского авиапредприятия стало открытие сквера герою Советского Союза Николаю Петровичу Кудряшову. 10 лет тому назад, когда праздновалось предприятие 50 лет, Михаил Горьевич Васильев, будучи тогда председателем Резкома авиапрофсоюза, решил написать книжку о Нюрбинском авиапредприятии. И тогда всплыла фамилия конкретно Кудряшова Николая Петровича. И мы начали собирать документы. В 80-х годах прошлого столетия, благодаря мудрому руководству, в авиацию стали приходить местные кадры. Воздавая должные почести, авиаторы установили мемориальную доску Василию Константиновичу Николаеву, долгие годы проработавшему заместителем директора Нюрбинского авиапредприятия. Примечательная роль моего отца заключается в том, что как раз таки он создал и руководил комиссией по приему детей в авиационные технические учебные заведения среднеоспециальные. И тем самым как раз таки это был толчок прихода нашего местного населения в авиацию, в сферу авиации. Самым долгожданным и радостным событием для работников Нюрбинского подразделения АО «Полярные авиалинии» стало открытие реконструированного здания АТБ. Авиация начинается вроде как в театре свешалки. Здесь люди работают, и они должны работать тоже в хороших, нормальных условиях. И на работу идти, говорят, как на праздник, но хотя бы просто с хорошим настроением. Мы живем в регионе, где транспортная логистика доступна не в каждое время года. И авиация порой становится единственным видом транспорта, который связывает нас с большой землей. У авиации по-прежнему очень большое будущее в Республике Сахая-Котя, в Российской Федерации. Очень бы хотелось, чтобы снова молодые нюрбинцы приходили в авиацию. И я приглашаю наше молодое поколение снова обратить взгляд в небо. Поднимите голову, и вы увидите снова там самолет. Валентина Кириллина, Эдгар Николаев, НВК Саха, Нюрба.